Ничто не вечное. Все мы рано или поздно уйдем на покой. Сегодня речь пойдет не о вечном покое, а о творческом. Пока еще потенциальном творческом покое ютубера, который такое впечатление не собирается останавливаться никогда. Господин Бумага давно и очень плотно засел на первой строчке топа русскоязычного ютуба. Так то или что и главное когда поспособствует его падению с самой вершины. Добро пожаловать на Телблогнет и прямо сейчас ты узнаешь, когда скатится Влад А4. И нет подписчиков! Гунин! Долба! Комико! Я вас так люблю! Да ладно, мне нужны только просмотры и деньги. Идите вы нахуй! Сначала быстренько пробежимся по самым популярным репликам подписчиков нашего паблика ВКонтакте, которые выражали свои мысли по поводу темы данного ролика. В первую очередь говорят, то что скатилось, скатиться уже не может. Ребята, я конечно понимаю, хейт и все такое, но давай будем объективны. Чувак в июне обновил свой рекорд по просмотрам и достиг 645 миллионов за месяц. Не похоже на скатывание. По части контента, даже если ты бумагу терпеть не можешь, его видео на том же уровне, хуже они точно не стали. Потом есть вариант, когда аудитория повзрослеет. Повзрослеет она, появится новая. Куда интереснее звучит фраза, когда у детей заберут гаджеты. На первый взгляд это чистый рофл, но если вдуматься, то у современных родителей в порядке вещей дать отпрыску смартфон и планшет, чтобы как-то занять мелюзгу. Раньше в моем детстве предки выступали против всей этой технической хрени и ограничивали время за компом и приставкой. Я не исключаю, что в недалеком будущем тренды воспитания изменятся. Ковырящие головы, именуемые блогерами, все до единого расскажут, как это плохо, что ребенок вместо общения с родными людьми залипает в ютуб. И заботливые мамаши перестанут давать детям гаджеты, а старшим, как и мне в свое время, урежут лимит их использования. Может такое быть? Конечно. Но даже если революция в воспитании произойдет массово и совсем скоро, это все равно будет недостаточно скоро, чтобы повлиять на Влада А4. Еще один вариант, когда у бумаги появится ребенок. Интересно, тут ситуация может развиваться непредсказуемым образом, и потенциальный отпрыск Влада вполне способен стать дополнительным мотивирующим фактором для работы на ютубе. Если он меня родится будущим детям, я запущу ему видосы, пусть фармит бабло. Как вот в случае с Кузьмой. Прекрасная жена Катя написала большой пост в инстаграме, да, ребята, пачка подгузников стоит очень много денег, поэтому мама теперь тоже работает блогером, как и папа, мы все вместе работаем, потому что очень много вещей детских стоит немало денег. Хотя этих самых денег у А4 хоть жопой шуй, чувак, блин, рубит минимум полляма бакса в месяц, так что ему вряд ли придется вкалывать больше ради пеленок и подгузников. С другой стороны, бабок много не бывает, так что рождение ребенка едва ли станет сдерживающим фактором. Самый реалистичный расклад бумаги тупо надоест клепать то, что он клепает. Ему надоест следить за всеми этими трендами и американскими ютуберами, да и в принципе, ютуб чуваку астачертеет. Чтобы понять, когда примерно это произойдет, давай проанализируем тех топов, которые уже ливали с видеохостинга. Конечно, первым на ум приходит Ивангай. Ваня начал нереально хайпить в 2013 и продержался на ютубе до 2017, то есть 4 года. 4,5, если быть точнее. В течение этого периода он делал себе несколько пауз длиной в месяц-полтора, но ничего критичного. Потом ушел в музей и... ну дальше ты знаешь. Он же не тот, что был прежде. Другой, никогда крайне популярный автор, которого вспомнят разве что Мамонт, это Юзя. Он принялся клепать контент в далеком 2010-м. Конкретно поднялся спустя пару лет и занимался ютубом до 2016-го, когда удалил канал. Из-за того, что я прошляпил некоторые моменты, не делал ролики, знаете, не знал, чем заниматься. Ну да, в 2016-м уже было такое на отвали. Канал начал медленно скатываться. В сухом остатке Ричард Чиркин продержался на волне популярности менее 4-х лет. Сейчас пацан сидит на твич-стримах как живой, только не живой. Люди пишут, что он вообще может тупо опялиться в камеру по 5 часов. Короче, блогинг тоже надоел. А что там на Западе творится? Мне кажется, что если мы не будем заниматься сексуальным просвещением наших детей, то за нас это сделают секс-ЛГБТ-инструкторы НАТО. PewDiePie, как и Юзя, стартовал в 2010-м. Раскрутился за год и продержался целых 5 лет на волне популярности, пока не признался, что ему тяжело. Потом PewDie засунул нытье в одно место и пилил контент еще 3 с лишним года. И вот в начале 2020-го он признался, что душа требует свалить хотя бы на месяц. Правда о том, что я не хочу делать перерыв. Мне нравится снимать видео, но я чувствую, что должен сделать это. Конечно, нельзя сказать, что PewDie скатился, как Ивангай или Юзя. Но посмотри, на ком он набирает больше всего просмотров. На молодом и горячем Мистере Бисти. Пару лет назад ощутимо лучше остальных заходили ролики про братьев Полов. Раньше, году так в 15-16-м, Феликс был сам как бренд, а сейчас уже не то. Общим научным путем мы выяснили, что средний период нахождения крутого автора на хайпе составляет 4 года, максимум 5 лет. Влад стабильно набирает десятки миллионов просмотров и клепает видео, как сумасшедший с 2018 года. Итого, исходя из ранее упомянутой средней продолжительности живучести, можно предположить, что отворить ему осталось года 2. Потом начнется выгорание, которое не перекроешь никакими бабками. Это может проявляться не настолько резко, как у Ивангая или Юзи, а так, что Влад перестанет следовать трендам, делая то, что хочет видеть народ. Я тогда понял, что это работает, что есть то, что действительно требует интернет. И потом начал прорабатывать. Начнет выкладывать, скажем, влоги или вообще займется автообзорами, у него просядут просмотры и бумага просто плюнет на YouTube и уйдет с несколькими десятками миллионов долларов, которые удалось заработать на хостинге. Конечно, подписчики продолжат расти, но такие у Бьюзи Пай они растут. И у Ивангая просмотры что-то у обоих просели. Есть и другая, более интересная версия, по которой конец Влада наступит раньше, нежели в 2023 году. Шефцов в своем телеграм-канале выразил мысль, что Шапито под названием А4 Продакшн рано или поздно поссорится из-за бабла. А я бы сказал, что рано или поздно Гленту с Кобяковым надоест отыгрывать роли мальчиков для битья, и они тупо свалят от своего шефа, как это сделал Егорик еще пару лет назад. Видимо, достало. Свалил и ничего, чувак неплохо себя чухает, стабильно собирает по 2-3 миллиона просмотров на каждом ролике. Конечно, это не 10-15 как у Влада, но, думаю, Егор зарабатывает уж точно не меньше, по сравнению со своей ЗП времен работы в команде А4, когда огромная часть дохода шла в карман Владу, ну и еще немного перепадала Кобякову. Что мешает Гленту и тому же Кобякову свинтить от начальника? Они уже раскрученные мизинные личности. Один Влад собирает по миллиону-полтора на видео, второй по полтора-два, и скоро вообще получит бриллиантовую кнопку. Понятно, что их каналы с огромной долей вероятности находятся в собственности другого Влада. Влада А4. Но если пацаны решат отколоться от вечного халявщика и создать Егориком трио, то бумаги кранты. Скорее всего. Первый подсос Глент, мой второй подсос Кобяков. Если еще и Серегу прихватят, то вообще можно начинать крестить жопу. Егор состоял в команде Влада около трех лет, но я предполагаю, что Глент не будет терпеть столько, поэтому свинтит раньше. А там и вся братва потянется. А4, естественно, будет плевать с высокой колокольни, потому что он царь, король и вообще батя. Но если пацаны будут делать нормально, а они, скорее всего, будут, да еще и если какой-то компромат на Влада сольют, то сто процентов засунут начальника за пояс. Глент, Кобяков, Глент, Италаки, я борт бизнесмен, я борт Влад Бумака. В общем, подвозя итоги сегодняшнего выпуска, можно сделать вывод, что хайпить Владу А4 осталось пару лет максимум, затем последует спад. При определенных раскладах, если его команда решит уйти в свободное плавание, самый крутой блогер русскоязычного сегмента хостинга падет еще раньше. А что думаешь насчет перспектив Влада А4 лично ты? Считаешь скатиться к 2023-му или будет хайпить дальше? Пиши свои мысли в комментариях и не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы Ютуба. Также заглядывай в наш паблик ВКонтакте и канал в Телеграме, ведь там мы регулярно вместе общаемся, проводим опросы по новым темам и орем над угарными мемчиками.